Семейное дело. Двух воровок полицейские задержали в Мариуполе. Мошенницы оказались сёстрами, которые под различными предлогами проникали в квартиры пенсионеров и крали их деньги. К грабежу подходили творчески. Подробности у Константина Михайлова. Вот и коробочка. И там были деньги. Обворованная пенсионерка рассказывает, как осталось без нажитых сбережений. Деньги женщина откладывала на чёрный день. В её дверь постучалась незнакомка. Сказала, что покупает старые вещи. Бабушка продала ей ненужные вещи, а именно честы с гравировкой. После чего женщина ушла. По уходу данной женщины бабушка обнаружила пропажу денежных средств в размере 3800 гривен. Воровка действовала не одна. С сестрой. Кофёрам подходили творчески. Проверяли счётчики, покупали старинные вещи, а иногда продавали одеяло. Войдя в квартиру, первым делом выясняли, где старики хранили свои сбережения. Затем одна отвлекала, вторая прикарманивала деньги пенсионеров. Давала деньги крупнее, чтобы сдачу давали. Ну как бы лезет до сдачи. Я уже увидела, где деньги. Забирала. Жертв выбирали случайным образом. И только среди стариков. Я вот захожу, паде, стучу. Кто внимание обращает, кто хочет купить там. Собрав приметы злоумышленниц, полицейские начали опрашивать прохожих, устанавливать возможных свидетелей. В итоге поймали сестёр воровок сразу после очередной успешной афёры. Вместе с кошельком только что в ворованной жертвы. На сегодняшний день они изобличены в совершении шести таких преступлений. То есть краж с проникновением в жилище. Теперь криминальный сестринский подряд может привести его участниц к соседству в камере. Константин Михайлов, Телеканал Донбасс.